Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Это новое утро, и мы готовы этим утром пожелать вам хорошего дня, отличного настроения. Среда на календаре, 25 сентября. Ну а какое же утро может быть без занятий разминки и о том, чтобы подумать о своем здоровье? Ты делаешь зарядку? Я обязательно делаю зарядку. Да, я его делаю, как Дима отжимается перед эфиром, и это прекрасно, так заряжает бодростью. Кстати, одним из наших партнеров также является медицинский центр Евразия, и желает вам он тоже доброго утра и крепкого здоровья, друзья. Предлагает широкий спектр медицинских услуг, диагностические услуги, амбулаторное и стационарное лечение, профилактические и реабилитационные мероприятия, проведение предварительных и периодических медицинских осмотров и проведение вакцинации. Мы же, в свою очередь, всегда ратуем за здоровый образ жизни. Сегодня будем говорить о здоровом образе жизни и о спорте, хоть и далека от спорта, но тему очень готова поддержать. Я видел, как ты занимаешься спортом тоже, активно. Ну это было, да. Смотрите ее сторис, когда не забросила, она просто меньше стала обращать свое внимание к социальным сетям. Ну знаешь, если рядом с тобой всегда будут люди успешные в спорте, спортивные, подтянутые, красивые, то тоже хочется в спорт сразу. Ну непременно. Сегодня у нас в гостях наш хороший друг и просто замечательный человек. Встречайте Евгений Гончаров, руководитель городского отдела физической культуры и спорта. Женя, рада видеть. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и для Жени всегда доброе утро. Как один из ведущих города к тебе, Мариарчи, написал, что горжусь нашим Жене, потому что он до Хромтау доехал на велосипеде. А сегодня я узнаю, в среду, сегодня среда, что Женя за час доехал. Еще у них видеосъемка была, да? Или меньше, чем за час? Нет. Идея доехать до Хромтау на велосипеде спонтанно у меня возникла, и я предложил моему другу Улану. Улан говорит, давай, поедем на велосипеде, там пробежимся десятку, ну и обратно, естественно, в велосипедах. И он буквально, вот, я ему отправил по ватсапу сообщение, он в эту же минуту, то есть буквально там через секунд десять, наверное, говорит, да, поехали. Я говорю, ты бесстойчивый? Может быть, там, время дало? Я пошутил, там, я же уже, у меня же времени не было, то есть пошутил. Ну, не знаю, как так, просто передумать. Ну, в итоге, практически два дня не спали, поскольку у меня было там соревнование, как раз, ну, сезон я три недели не катался на велосипеде, и это как бы большое время, поскольку... Тяжело будет, ну, я понимал, что это будет тяжело. Ну, в итоге мы выехали в пять утра, в темноту, и, в общем, доехали, пока ждали, пока это все расцветет, ну, как бы ехали так на ощупь, грубо говоря, доехали мы за три часа, это девяносто три километра, пробежали там десятку. А какая скорость? Ну, в среднем 30 километров в час. 30 километров. Ну, достаточно. Где-то было 35, где-то 32, где-то 28. А сколько человек, получается, на велосипеде? Вдвоем. Вдвоем. Было сопровождение, мы видели в инстаграме где-то. Это, да, это нас просто ехали друзья, вот как раз-таки, они просто нам сигнали не замечали, то есть вот один из них, вот Самат, как раз-таки остановился, то есть предложил... Довести. Да, довести, на что мы отказались. А я никому ничего не расскажу, мол, да? После и после мы, как раз-таки, с Саматом и Суаном пробежали за час десятку, то есть, ну, в спокойном темпе, поскольку мы понимали то, что надо назад будет ехать. Самат не поверил, все-таки предлагал нам забраться в машину, ну, тут уже, наверное, в своем случае не позволял, поскольку мы уже себе обещали то, что мы доедем назад также на велосипедах. Ну, в итоге вышло на 186 километров на велосипеде и 10 километров бегом. Вот это да. 7,5 тысяч калорий сожгли, ну, я сжег в этот день и 5, практически 5,5 килограмм потерял. Ого! 5,5 килограмм! Вот, друзья, вы теперь понимаете, да, как надо ухудеть? На велосипед, до Храмтау, до Орска, до Оренбурга смело, ну, там, может, все равно долго будет стоять. А какие они ощущения, вот, когда вы сделали это? Ноги, наверное, гудят, болят, да? Да, там все тело, в принципе, так. Поскольку, я говорю, если бы не эти три недели, как бы, ну, в лучшей форме, там, это было бы намного легче, поскольку мы 250 километров проезжали, то есть больше, то есть, поэтому, как бы, здесь, чуть-чуть, когда у нас было, ну, нас касается ослабления формы, здесь, поэтому пришлось, ну, так, на морально волевых. И когда уже подъезжали в город, там у нас, как раз-таки, кемпинг, я не помню, как называется, он такой хороший, качественный кемпинг, там остановились, съели мороженое, выпили колы и... Да? Нормально так? Нет, ну, мне что нравится, Женя всегда правду говорит. Нет, ну, сама Кока-Кола, на самом деле, это же глюкоза, и она там, она быстро впитывается, за это она дает быструю энергию. Сколько тебе Кока-Кола за это заплатила? Нет, в триатлоне, в самом триатлоне, вот, на Айронмене, как раз-таки Кока-Кола стоит, ее прям там специально дают для восстановления, то есть, она как раз-таки восстанавливает тебя очень быстро. А вот сейчас Колу предложи, не буду пить, почему? Потому что она, как бы, не нужна. Не зайдет, да. Жень, вот 29-го числа, сентября, через три дня, четыре дня, планируется вновь крупный марафон в октябре. Что это будет за марафон, где он будет проходить, как записаться, много нам пишут тоже в Дарик, на странице Нового утра, и в WhatsApp наш, который работает круглосуточно. Расскажи. Все хотят участвовать. Всех хотят участвовать. Особенно я. Ну, на самом деле, вот, тебя мы, кстати, позовем лично прям. Все-таки, хотя бы, чтобы твои первые пять километров в жизни случились все-таки. Прошу. 29-го сентября в 8.30 будет официальное открытие, соответственно, в 10 часов мы стартуем. Пройдет осенний забег Алтнус-Далтай-8 на 5 километров и 10 километров. Регистрация у нас будет на сайте. Сейчас это очень удобно. Оттубимарафон.кз. То есть вы заходите, регистрируетесь, получаете номер 28-го числа в Универ-Ор-Положэ с 9 до 6 вечера. То есть там же получаете свой номер, свой регистрационный номер. Он будет с чипом, который будет считывать ваше финишное время. Соответственно, это финишное время вы сможете посмотреть на сайте. То есть это очень удобно. Не как было и временно, скажем так. 5 лет назад мы начинали совсем при других условиях. И при других условиях регистрации, судейства и так далее. Сейчас у нас это очень все электронно. Электронный хрометраж, поэтому очень удобно как для спортсменов, так и для нас. Поскольку, чтобы не было, знаете, как человеческого фактора, ошибок и так далее. То есть здесь все четко, все ясно, все понятно. Поэтому приглашаем вас 29-го. Встретитесь утро. На самом деле правильно. Как у нас. Жень, как у нас, да? Все правильно. Дмитрий у нас является, конечно же, амбассадором здорового образа жизни наших мероприятий. Он как марафон начал навести 5 лет назад. Смеяться начала, смотрю. Также и Джустрон фестиваль. Я знаю, что делаю. Ведущий всех спортивных мероприятий. Он реально зажигает. Спасибо, спасибо, ребята. И поэтому его голос, когда уже слышат, люди, наверное, все-таки собираются. И, так сказать, волю в кулак, настраиваются на свои. Побежали, ребята. Поэтому всех приглашаем. Регистрация открыта. Ждем всех. Каждого финишера, кстати, ждут медали. Медали большие, красивые, настоящие. Поэтому, я думаю, это будет большой мотивацией для наших, жителей нашего города. Вы тоже побежите, Жень? Да, конечно. Он всегда, он мотиватор. А вообще, кто может принять участие в марафоне? Все у нас, все жители города. То есть, вот, 14 лет. Жень, вот я обратил внимание, да, как ведущий. С каждым годом становится все больше и больше фирм. Раньше такого не было. Вот, да, банки приходят, строительные компании, целые корпорации. Удовольство заставляет сотрудничество? Вот, вот, между нами, скажи честно. Нет, абсолютно. Или сами они? Вот, например, смотрите, то есть, сейчас вот генеральным спонсором самого забега является центр группы. То есть, сейчас мы с ними, как бы, да, мы уже, может, откроем какую-то такую тайну, не знаю, не тайну, прорабатываем систему мотивации для сотрудников. То есть, что, сейчас уже мы им предоставили тренера, то есть, они, как бы, наняли тренера, который обучает их правильно бегать. То есть, они проводят тренировки. Далее это будут, по плану у нас будут занятия в бассейне. То есть, ну, как бы, скажем, генеральный директор настроен на то, чтобы своих подчиненных, ну, просто-напросто вовлечь в спорт, поставить цели. То есть, там будет цель. То есть, у нас сейчас в итоге стоит у нас марафон, полмарафон, да? То есть, он, если человек пробегает, то есть, это будет парень, там, час пятьдесят, девушка-то час два, а, два часа. То есть, пробегает, соответственно, ну, то есть, одни из мотивов, то есть, это, ну, повышение зарплаты аквала. То есть, плюс десять процентов в следующий год он получает плюс десять процентов. Ничего себе. Большая мотивация, и поэтому, то есть, и тем более еще им предоставится тренер, он будет правильно учить бегать. То есть, соответственно, пробегает весной актубе марафон, за положенное время получает свои бонусы. То есть, это очень здорово, поскольку, тем самым, сотрудники просто перестанут болеть. Я за, скажем так, 21 год, 22 года работаю, я ни разу не брал больничный, если честно. Только единственная моя вебка, когда я ремонтировал свои колена, а так я ни разу не брал. Ремонтировал свои колена, смотри, молодец. Говорит все своим языком, да? Приятно, на самом деле, что партнеры появляются, поддерживают. Вот совсем недавно прошло мероприятие «Джи Стронг», кстати, Дима, ты тоже его проводил, да? Так много партнеров было. Ну, знаете, когда я начинал, то есть, пять лет назад, то есть, «Джи Стронг», тот же Атубе марафон, сейчас вертикальный забег. Тогда было очень тяжело. То есть, ну, люди не понимали вообще, как бы, пособ... Ну, как бы, таких массовых мероприятий-то не было именно для горожан. И критики сколько было? Ой, зачем? Движение перекрыли, там начиналось. Сменов, они как бы были, они как всегда у нас были, да? Чемпионаты города, области, международные турниры, там, да? То есть, официальное соревнование. Но именно для горожан, где человек может попробовать свои силы в любом соревновании, посоревноваться, то есть, два друга, то есть, поэтому... Таких не было, то есть. И было очень тяжело. Сейчас же, я потом, ну, как бы, своему отделу, там, говорил, то есть, ничего не страшного, то есть, через пару лет люди сами к нам будут приходить, потому что мероприятие большое, внимания много, ну, и, соответственно, реклама тоже, выхлоп очень большой. То есть, и сейчас, как бы, ну, люди все-таки поворачиваются нам лицом, уже сами звонят, мы хотим поучаствовать, те же банки, то есть, мы отдельно проводили мероприятия, сейчас они опять тоже, мы с ними сейчас ведем переговоры для того, чтобы, опять же, провести среди банков соревнования, то есть, ну, таких очень много предложений, поэтому, ну, на самом деле, сейчас, да, люди хотят... Актуально. Да. Жень, спасибо за информацию, мы желаем тебе успехов, благополучия и, конечно же, реализацию всех идей. Главное, чтобы поддерживать. Друзья, да, поддерживаем все, марафон 29 сентября вместе с Машей Свыт, Евгением Гончаровым, мы бежим вновь осенний марафон. Все вместе, на наших страницах в Инстаграм, да, посмотрите мотивирующий ролик, мы уже его выложили и в сторис, и у Маши, и у меня, и у всех блогеров, кто в октябре, кому в октябре не безразлична судьба спорта и вообще здорового образа жизни. Мы о здоровом образе жизни продолжим разговор совсем скоро. Доброго и нового утра. После небольшой рекламы все те, кто не со спортом, поедают вкусную булочку с утра. Приятного вам аппетита, дорогие друзья. Мы вас тоже любим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова